приветствую меня зовут марченко юрий я трейдер управляющий активами сегодня в рамках программы открытый микрофон с брокером a market мы с вами посмотрим на рынок в основном это будет рынок форекс спасибо всем тем кто писал комментарии в первом пилотном выпуске моем который состоялся и чуть больше чем неделю назад все ваши пожелания и все ваши замечания безусловно будут учтены но для тех кто не знаком со мной расскажу что я на рынок смотрю не только какой-то технической картины до точки зрения технической картины но еще и с фундаментальным фоном однозначно поэтому такие поправки мы сами делать будем и будем просматривать с вами не все инструменты сквозную потому что это займет очень много времени в принципе это будет дубликат того же самого что я делал на своем ресурсе но речь идет о том о тех инструментах которые на мой взгляд представляет интерес с горизонтом хотя бы на неделю безусловно прогнозировать движение цены сложно а еще сложнее прогнозирует движение цены хотя бы там даже на неделю потому что все что угодно может произойти это все что угодно так либо иначе повлияет на ход событий тем более это относится к этой неделе потому что на этой неделе два важных момента первый из них это китай который сегодня после долгих семидневных выходных заступает на торговлю и отыгрывает уже прямо сейчас то что произошло в мире без них поэтому азиатская сессия может быть интересны не менее интересно может оказаться и сессия американская не второй факт это начало торговых переговоров которые стартанут 10 числа это несколько дневные переговоры результаты по ним будут либо под конец торговой недели либо что хуже выходные поэтому мы с вами можем так либо иначе проснуться каким-то гэпом и это все нужно безусловно учитывать уже сейчас новостной фон таков что китайцы на самом деле не хотят разговаривать с американцами на очень важные темы во всех этих торговых спорах камнем преткновения становится вопросы интеллектуальной собственности именно они тревожат умы поэтому в принципе все что касается других моментов там сельхозпродукции так далее так далее это все поверхностно с этим договориться проблем нету именно интеллектуальная собственность именно технологии вот что требует сша от китая и китай уже не раз отмечал что менять свое законодательство в этом плане для того чтобы просто угодить американцам они не собираются тем более сейчас когда над трампом нависла угроза импичмента китайцы прекрасно понимает что у них есть то чего нет у трампа у них есть у верни у китайцев весь то что чего нет у трампа у китайцев есть время у трампа время ограничено до следующих выборов поэтому какой-то торговых перспектив вот в этой во всех этих переговоров конкретных торговых идеи вернее торговых продвижений до в спорах мы я наверное не вижу и на это будем делать безусловно поправку тут ничего не сделаешь напоминаю что 15 октября насколько мне память не изменяет повысится пошлины со стороны сша на китай которые сша благородно так сказать отодвинули их с введения с 1 октября чтобы китайцы спокойно отпраздновали там свои праздники но судя по всему переговоры будут так сказать пройдены в негативном ключе 15 октября будет видны пошлины и так далее так далее в общем негатива может быть навал давайте посмотрим на европейскую валюту я бы обратил ваше внимание на то что тот рост который мы ждали с вами недель назад он действительно состоялся он не состоялся до тех целевых значений которые безусловно отмечали более того он состоялся после того как цена провалилась обновила минимум потом отросла но рост был основан на том что в на прошлой неделе закладывалось смягчение монетарной политики в сша то есть рынок уже заложил понижение процентной ставки на следующее заседание которое состоится 30 30 октября и в принципе это видно и по структуре так сказать фьючерсов на процентную ставку кто это смотрит это видно по долговым бумагам вот в такой процентность вот в таком проценте до доходности сейчас находятся долговые бумаги сша и именно снижение так сказать доходности с 167 до 137 и стала причиной ослабления доллара сша по всем фронтами соответственно роста европейской валюты сейчас мы видим что за вчера даже немножечко доходность подросла это говорит о том что ну так сказать был откат своего рода в ожиданиях но посмотрите вы принимать надо полтора процента доходность это в принципе указывает на то на то что процентная ставка уже скажем так понижение процентной ставки уже сидит и уже заложено в цене будет ли еще смягчение будет еще закладываться ожидания честно говоря сказать очень сложно но мы с вами попробуем и сделать следующий момент у нас с точки зрения объемов с точки зрения накопления вот здесь есть достаточно интересная активность и если раньше мы говорили что окей давайте мы будем двигаться вверх то сейчас учитывая то что так сказать мягкая монетарная политика уже сидит в цене будем продолжать рассчитывать на тенденцию вверх если вот эту зону 1 10 25 все таки мы как-то пробьем допускаем что состоится какой-то откат в сторону поддержки и о том что движение вниз пойдет наверное ждать не приходится хотя исключать безусловно не следует 1 0 880 появление цены там будет говорить нам о том что структура осталась прежней но глобальная да так сказать вернулась глобально к нисходящее евро конечно слабее чем доллар но почему я допускаю рост европейской валюты да просто потому что если европа не может ничем больше удивить имеете ввиду они объявили о запуске qe они объявили о том что они понизили процентную ставку и в принципе могут допускают понижение еще более в отрицательную зону то есть рынок уже в принципе ну забил так сказать на евро и соответственно в дальнейшем снижение там надо еще что-то постараться да а вот сша например о запуске программы qe еще не говорили поэтому сша может еще удивить чем-то рынок и движение вверх в принципе возможно если пробиваемся 1 1025 то цели для нас по росту 1 1065 это те цели которые мы закладывали раньше ну и так далее все зависит от того насколько серьезно либо несерьезно пройдут как раз таки те переговоры с фунтом ситуация немножечко посложнее здесь у нас brexit и у brexit они все хорошо на самом деле складывается вернее искать у бориса джонсона не все хорошо складывается поэтому будем с вами рассчитывать на то что мы увидим сами негативную динамику в глаза мне бросается вот это вот движуха которая состоялась 19 ой прошу прощения 3 октября 19 года в момент этого движения мы сами увидели то как срабатывали стопы это было видно на смежном фьючерсе там было очень много рыночных ордеров на покупку но и справедливости ради сразу после этого пошла активность рыночными ордерами на продажу которая фактически и сделала так сказать намеки на то что фунт так сказать не то чтобы не готов до рост фунта в этом пока как минимум заинтересованности нету поэтому можно считать что вот это вот все сопротивление и основной сценарий это падение фунта ну как минимум до тех пор пока мы не оказались выше чем 124 10 в этом случае можно ждать и рост 12485 и так далее так далее но для этого нам нужно увидеть какой-то позитив позитив в этом длинном глубоком туннеле под названием брэкзит ну а так с отката пробовать шарты хотя бы в рамках вот этого боковика который может продлиться длительное время и в этом боковике продажи все-таки приоритетнее ну либо продажи после пробой 122 10 целью 2115 просто потому что здесь тоже есть движухой и надо понимать что в англии тоже не все хорошо центральный банк банк англии до говорит о том что процентную ставку оставлять без изменений особо о том что сне ставку надо понижать они также не говорят но в случае жесткого брэкзита им это сделать придется доллар канадский доллар у нас здесь до без идей поэтому мы его здесь в принципе пропускаем но здесь очень много какой-то интересной волатильности тут стоит отметить лишь только то что и честно говоря я жду действия регулятора банк канады который и в принципе знаете стоит в сторонке если вы обращаете внимание все банки все центральные банки все регуляторы перешли на смягчение монетарной политики практически все за редким исключением среди стран с радостной экономикой все и банк канады этого не делает банк канады среди развитых стран имеет вторую по высоте процентную ставку там 175 а сша достаточно понизить процентную ставку еще на 25 басных пунктов и в принципе процентная ставка что в канаде что в сша станет равны и примечательно то что регулятор канады то есть банк канады не говорит о том что есть необходимость переходить на смягчение монетарной политики ну я ждал этого смягчения еще на предыдущем заседании банк канады не оправдал моих надежд поэтому мы увидели тогда вот такое снижение в этот раз вполне возможно что начинает закладываться как раз таки мягкая монетарная политика это видно по долговым бумагам в том числе поэтому в целом я думаю что мы здесь до безусловно можем рассматривать движение вверх то есть как долгосрочные идеи это рост пара доллар канадский доллар потому что банк канады когда перейдет на смягчение монетарной политики это канадский доллар должно так сказать понизить в цене и соответственно данный актив должен вырасти но вот вопрос когда банк канады перейдет на мягкую риторику в этот вопрос так сказать времени очень сложно сказать когда это случится доллар японская иена состоялось падение у нас есть накопление 108 50 по 760 накопление классное накопление большое с точки зрения всех объемов свежего фичного контракта сейчас можно говорить что цена идет так сказать в коррекцию 110 60 108 50 здесь место где можно пробовать рассматривать продажи японская иена незабываемо является активным убежищем поэтому любое так сказать неприятное любой геополитический риск в принципе должен провоцировать рост японской валюты и соответственно снижение пары доллара пункта иена на это идет расчет расчет идет на то что у сша и китая в рамках этой недели ничего не получится и этот инструмент обратно вернется в нисходящую динамику поэтому чем лучше мы здесь возьмем продажи тем будет на самом деле круче первая цель попадения 106 90 но там как пойдет то есть 106 10 105 500 не будем забывать и исключать вероятность того что мы окажемся выше чем 108 50 то есть это все-таки рынок в действительности может произойти все что угодно и как угодно но если мы окажемся выше чем 108 50 давайте будем забывать о коротких позициях в принципе австралийский доллар о котором мы с вами говорили что в прошлый раз то можно рассчитывать на движение вверх в принципе сегодня можно отметить что мы доехали своего рода сопротивления и тут тоже стоит отметить что и австралийский доллар и новозеландский доллар и вообще я справедливо является одним из самых главных поставщиков сырья для китая и условно говоря хорошо в хорошо в австралии и в новозеландии и напротив если мы сами увидим какую-то агрессию страны сша в виде новых пошлин либо новых каких-то ограничений то это должно поспособствовать снижению австралийскому доллару и новозеландскому о серьезных каких-то покупках я думаю говорить в принципе пока не стоит потому что и резервный банк новозеландии резервная банка австралии говорит о том что держать нужно политику монетарной достаточно мягкой потому что риски есть и так далее так далее в общем ничего такого ястребиного на самом деле они нам не утверждают если мы сами смотреть объемы хотя бы даже вот такие вот тиковые хотя правильнее конечно смотреть настоящие биржевые но этого мы делать здесь не будем хотя я их и тоже смотрел то 68 10 67 50 зона где в принципе был на торговом достаточно большой объем поэтому ждать оттуда отбой хотя бы в сторону 67 15 вполне разумно и если ситуация будет разворачиваться не совсем позитивно то можно ждать и обновление минимум появление цены выше чем 68 10 будет говорить о том что что-то идет не так и надо от этой идеи от идеи продажи а так либо иначе отказываться так в на визанском долларе но плюс-минус все то же самое что у нас еще интересного франк нет мы с вами пропускаем потому что ну по франку хочется сказать только лишь то что франк тоже является активным убежищем поэтому любое так сказать конфликт любая нестабильность должна спровоцировать рост франк соответственно снижение доллар франка но каких-то идей зацепиться на самом деле нет золото по каким-то причинам до рисуется сказать в продажу в каком плане то есть в точке зрения объемов у нас здесь баланс который давал инициативу и который в принципе представлял для нас интерес потому что здесь мог быть открытый интерес чей-то случилось какой-то ложный пробой такой неприятный до который напротив с большим объемом вот в этом диапазоне 1520 и 1498 как-то вываливается вниз то есть дает проявление инициатива вниз своего рода надо говорить о том что тенденция вниз все еще присутствует ну и давайте будем считать да что здесь у нас есть противление здесь есть чей-то открытый интерес поэтому любое движение вверх это всего лишь коррекция где-то здесь можно пробовать брать рассматривать short хотя бы с целью 1470 и вот тут вот такая неприятность да вроде бы золото у нас тоже является понятным активом убежищем который также должно дорожать случае если появляется какая-то нестабильность да а у нас здесь какая-то вот непонятная штуковина потому что в принципе мы видим сами снижение в движении хотя опять же да ну какого рода снижения сколько два процента ну на самом деле видели и больше и к тому же до 10 11 числа да еще есть время вполне возможно что в рамках коррекции мы до туда там вернемся ну а там золото уже наверное будет отыгрывать те новости которые будут поступать в мир который будет поступать в рынок пока чисто такая среднесрочная такая тенденция вниз о других них не говорим в нефти стоит отметить что по объемам большая диапазон есть 57 10 и 55 15 а поэтому здесь в принципе можно ждать какой-то коррекции в прошлый раз да мы с вами рассматривали что состоится импульс вверх и дальнейший рост но этого не было наше ожидание не оправдались импульс вверх не состоялась теперь получается что этот баланс на который мы ориентируясь в прошлый раз своего рода представляет из себя открытый интерес продавцов они покупатели как мы тогда ошибочно полагали но и падение остановилось остановилась в рамках диапазона 52 90 51 ровно и вот потихонечку в рамках коррекции мы все-таки подрастаем основное движение для меня все-таки вниз теперь уже да то есть мы можем от тестировать эту зону вот и где-то здесь двинуться вниз хотя бы в сторону 5290 это будет основная цель ну а там если а ситуация будет складываться не лучшим образом то и на обновление минимум может ли она складывать не лучшим образом безусловно да потому что сказать любая так сказать нестабильность между сша китаем провоцирует на снижение спрос страны некоторых стран что приводит напрямую к ослаблению нефтяных котировок чтобы там не действовали опек хотя нужно сказать что опять плюс опять и в принципе сша не так уж и заинтересованы в дальнейшем снижение нефтяных цен вроде бы как нефтяной войны там не обещает быть то есть в этом плане вот на этих уровнях чем ниже скажем так цена на нефть сваливается тем больше вероятность того что со стороны сша опек и опек плюс появится какие-то интервенции возможно только вербальной интервенции то приведет к росту нефтяных котировок потому что ну понятно дело что сша и как бы опека они стоят по разные стороны баррикад но когда ситуация такова что нефть просто дешевеет у них интересы начинают совпадать снг 500 и который может потрясти на этой неделе в результате торговых переговоров не удавшийся как я считаю но тут еще один момент вкладывается впечатление что ожидание негативные сценария по торговым форум между сша и китаем фактически уже сидит в цене поэтому серьезного падения может быть действительно и не будет но мы с вами говорим еще и о том что рост как бы ограничен причем стоит отметить что со следующей недели начинают отчитываться компании квартальная отчетность начинается и первыми начинают отчитываться американские банки американские банки очевидно стали жить хуже почему потому что процентные ставки понижается заработать банком становится чуть чуть сложнее и в принципе можно говорить о том что компании за третий квартал сработали так себе соответственно и падение реально может ну так сказать поддержка смп 500 поддержки может не оказаться поэтому 2980 и 3025 это то место где в принципе если мы туда придем можно рассматривать какие-то короткие позиции хотя бы с целью 2895 и это будет в целом основные недели но вот так тут выглядит рынок в моем видении в моем обзоре безусловно в комментариях пишите все что вы об этом думаете что добавить что убрать все комментарии читаются анализируется ну и собственно говоря поправляется соответствии с вашими ожиданиями на этом все хорошей неделе пока